И к нам присоединяется певец Авраам Руссо. Добрый вечер, Авраам. Добрый вечер. А вы следите за счетами за услуги ЖКХ. Волнует ли вас, сколько вы платите? Ну, вы знаете, особо не волнует, потому что я много не трачу, поэтому так экономно уже некуда. Но если на самом деле слушать то, что говорят люди, что каждым годом это дороже и дороже, все равно это незначительно, если сравнить с Америкой. Потому что я живу и здесь, и между Америкой, и Россией, понимаете так. Здесь есть дом, и там есть дом. Там гораздо дороже. Поэтому я бы не сказал, что в России это дорого. Но смотри, опять все-таки, относительно для бабушки, которая живет на пенсию, и у нее пенсия всего 6 тысяч рублей, конечно, там дорого. Поэтому у нас дырка, щель очень большая между бабушками и те люди, которые реально зарабатывают деньги. Многие хотят платить меньше, и поэтому обязательно выключают свет в комнате, когда выходят. Принимают душ вместо ванной. Стирают в машинке по ночам, когда дешевле. А вы пытаетесь экономить на коммунальных услугах? В Америке, да, пытаюсь. А здесь особо нет, потому что, как я вначале сказал, что здесь удобные цены. Но опять все-таки я за, чтобы кто может жить экономно. Я восхищаюсь англичанами, когда они покупают одну колу с тремя трубочками пьют. Поэтому не жадность, конечно, но экономно жить надо, потому что щедрость слишком – это страшнейший грех. Я такой. А что бы вы посоветовали тем, кто все-таки хочет платить меньше? Вы знаете, есть у меня много друзей, которые самостоятельно сильные, такие богатые люди, скажем. Я у них, когда дома бываю в гостях, я вижу, что мужчина, то есть друг, скажем, ходит за детьми и включает лампочки в комнатах. То есть иногда, так говорю, неужели у него столько денег нет, что платит хотя бы электричество и так далее, это очень недорого. Все равно, надо, значит, хотите платить меньше, я с вами за, надо сэкономить и платить меньше. В России постоянно придумывают новые сборы. Вот с прошлого года появился обязательный платеж за капремонт. Вы его заметили? Капремонт? Не знаю, это что такое, я даже не слышал. Но в России, что каждый год что-то новое появляется, у нас кризис в стране, сейчас не будем друг друга обманывать, понимаете. Поэтому государства, бюджета нет. Откуда взяться? Ну, от народа, конечно, они должны придумывать какие-то истории. Ну, и граждане, плати. Откуда зарабатываешь? Неважно, главное, плати. И поэтому, что за капремонт? Я не знаю, копают человека, наверное, это ремонт. Вы уже сказали, что живете и в России, и в США. Скажите, а отношение коммунальщиков к своим обязанностям в Америке отличается от того, что мы видим в России? Если взять Россию и Америка, средний доход гражданин американский, самый минимальный, это 2000 долларов, это 24 тысячи долларов в год. Еще если жена работает, столько же. Теперь средний доход, сегодняшний день, гражданин России, сколько? А как этот человек должен 6 тысяч рублей платить? Если он зарабатывает 15, 20, 30, я не знаю. Поэтому, я не знаю, я не эксперт по этим делам, но мне сердце болит. А тарифы на коммунальные услуги в США тоже каждый год повышаются? Если есть, то есть, чтобы повысить цену, на основе чего? Просто хотим поднять, и подняли, и подражали? Нет. Такого не бывает. Потому что там боятся голос народа, там народ, имеющий голос, сразу выйдут, и кричали, и орали. А здесь, к сожалению, наш голос не слышен. Сейчас хоть с утра до вечера я буду кричать и орать. Кто меня услышит об этом? Спасибо, а с нами был певец Авраам Руссел. Всех благ, побольше работы, побольше возможностей, чтобы вы никогда не почувствовали, что коммунальные услуги, они дорого обходятся вам. Чтобы зарабатывали и смогли с удовольствием тратить.